Добрый вечер! Храм любви. Давай построим храм любви. Шедевр любовного искусства. Построим лишь для нас двоих. И никого в него не пустим. Ты будешь архитектор в нем, А я твой верный подмастерье. У неба мой патент раздум, А у земли благословенье. У солнца краски, у луны Ее надежную охрану. И от весны, и до весны Я в нем за нас молиться стану. Так, и, значит, давайте прошло... Браво! Так нежно! Очень здорово! Ну, давайте еще один. Любви так объяснение. Объяснение было простым. Я ушел, потому что так лучше. А потом только призрачный дым, Отгоревшего верный попутчик. Поезда устремляются вдаль, Самолеты расправили крылья. Нет, тебе не ушедшего жаль, А мечту, что могла бы стать пылью. Я останусь с тобой до конца. Хочешь другом, а хочешь, как знаешь, Легким бризом, фигурой отца. В общем, всем чем ты лишь пожелаешь. Утром сон ты умоешь с лица, А со временем вымоешь душу. Разреши мне идти до конца, Потому что я знаю, так лучше. О! Браво! Ну, вот это уже о мужчинах, Но не совсем о любви. По обратной стороне любви Посвященец мужчинам называется актер. Вот так вот, мужчина, вам вашу мужскую празднику. Такой стих я прочту. Актер. Ты делаешь ласковый взгляд, Ты знаешь, что надо быть милым, Но на душе твоей яд, И сердцу давно все постыло. Ты будешь шептать нежно то, Что я бы услышать хотела, Но только все это не то. Ты путаешь душу и тело, И нежные руки твои, Ты знаешь, что скоро растаю, И в этом спектакле любви Я снова тебе подыграю. Да, ты безупречный актер, И сценарий твой жизнью проверен. Ты умен, хладнокровен, хитер, И в победе своей ты уверен. Ты жесток, но умеешь скрывать Лед за маской ласковой фальши. Тебе главное красиво сыграть, И совсем безразлично, что дальше. Но зачем это я говорю? Ты прекрасно и сам это знаешь. Не заштопаешь душу твою. Но и меня ты, увы, не обманешь. Так что лучше давай помолчим. Нам не нужно друг с другом лукавить. Делай то, в чем ты незаменим. Душу можешь в покое оставить. Ну, давайте такой немножко серьезный стих прочту. Последок, значит, посвящен Александру Македонскому. Дело в том, что этот стих я написала два года назад. 23 февраля 22 года. Сегодня ему исполняется ровно два года. Я сегодня только об этом вспомнила. Я просто... Ну, так получилось, что такое совпадение. Думаю, надо его прочесть. Хотя, конечно, ну... Не знаю. С пустыми ладонями. По одной древней легенде из романов Ивана Ефремова Я узнала, что Великий Македонский перед смертью Попросил об одном одолжении Пронесите меня ладонями кверху Перед всем легионом воинственным Чтобы видели всем и узрели вовеки Что из всех сокровищ бесчисленных Я иду в царство Орха незримое Сам, как есть, и с пустыми ладонями И лишь память веками хранимая За мной шлейфом в аналах истории Я захватывал страны за странами Их сокровищ владел я запасами В каждой битве с трофеями, ранами Я победы великие праздновал А теперь ухожу в обнуление И былые богатства и почести Мне с собой не забрать в мир забвения Ухожу я пустой, в одиночестве Век за веком творилась история И сражение мир видел бесчисленно Но все так же с пустыми ладонями Мы уходим в мир Орха таинственный Настоящий мужчина Настоящий мужчина, простая наука Широкую спину и сильные руки Умножить на сердце полное страстью Вот что нам, женщинам, нужно для счастья И обойдемся без аллегорий Что для любимой он крепость построил И защитил от тревог и ненастья Вот что нам, бабам, нужно для счастья У меня вот знакомый поэт есть Иван Дианов, он мне рассказывает Как он пишет стихи Он говорит, вот я не то чтобы сажусь И вот что-то там выдумываю Там мне не такого там строка Я вот просто, говорит, вижу Строки, они приходят где-то вот Вот в небесах приходят мне строки И вот само складывается Как будто из космоса Мне вот интересно, как у тебя происходит все Мне кажется, примерно что Да, Ксения, вот именно так Он прямо сказал вот моими словами Именно так я никогда не думаю над стихами То есть мне даже сложно писать на заказ Потому что они действительно приходят сами Я могу там, ну, условно лететь в самолете Или смотреть какой-то фильм И вот раз начинают они приходить И вот так вот они получаются Но это обычно происходит в период Какого-то очень нервного перенапряжения В моем случае Я это называю сублимацией То есть это как сублимация Я вот выражаю свои эмоции Ну, вместо слез пишу стихи Как-то так бывает